Приговор на сотни лет. Подробности уже показывали ряд эксклюзивных материалов об истории украинских моряков, задержанных властями Греции за перевозку нелегалов и осужденных на очень большие сроки. Наш МИД уверяет, что делает все возможное для освобождения узников, но ситуация пока не сдвинулась с мертвой точки. Так, один из моряков Анатолий Черкасский, осужденный, вдумайтесь, на 204 года и якобы оправданный по результатам апелляции, пока остается в тюрьме. Причина абсолютно непонятная. То ли это ошибка сотрудников суда, то ли неверная трактовка переводчика и адвоката. Есть ли шанс у осужденного вернуться домой и как быть, если это ошибка? Подробнее Елена Зорина. Она ждет его почти три года. Вот одно из недавних писем, которое Марина написала брату в греческую тюрьму. И спустя месяц, казалось бы, чудо. Новость о том, что его оправдали. И уже летом он вернется домой. Уже думала, как будем встречать. Но чудо не произошло. Когда осужденный попросил решение, ему ответили еще сидеть и сидеть. Я просто в шоке. Я не знаю, что думать. Кто прав? Потому что говорят одно, что он выходит. А теперь уже иное. А финская тюрьма Коридолос. Именно здесь отбывает наказание моряк Анатолий Черкасский. Его срок заключения 204 года за перевозку сирийских беженцев. С такими же обвинениями и страшными сроками в 200 и 300 лет здесь находятся и несколько десятков других украинцев. Строгая охрана, камеры в несколько шагов и практически никаких контактов с внешним миром. Звонки по таксофону дорого. Телефоны официально под запретом. Но мы все же находим возможность пообщаться с осужденным прямо из заключения. И вот отрывок этого эксклюзивного интервью. Когда судья вынес вердикт, перевозчик, который был возле меня, перевела, что мне дали 7 катриксов. Это по греческой системе означает 32 месяца от того срок, который я отсидел. Пишут совсем не 7 лет, а 70 лет. Говорит, я не знаю почему, потому что я слышал совсем другое. 70 лет от целых 25 лет по греческой системе. Оспорить возможность, вы знаете, если здесь, то уже нету. Мы пропустили все сроки. Тут дается оспорить еще третий суд, но он дается в течение 10 дней. Анатолий подозревает, причиной этого решения элементарный человеческий фактор. Например, ошибка стенографиста. Но как доказать, не знает. Видео и аудиофиксации на суде не было. А документов, даже похожих на решение об апелляции, у него на руках до сих пор нет. Ждет их и адвокат. И вот ее версия, как все могло произойти. Сначала суд назначил 7 лет, но потом изменил решение на 70. У них есть право на это. Но мы будем подавать апелляцию. Время на это еще есть. Украинские дипломаты потребовали разъяснений суда. И вот какой ответ получили. На бумаге полную версию решения по делу моряка дипломатам тоже не дают. Мол, для этого нужно согласование нескольких инстанций. Впрочем, в МИДе говорят, если срок действительно оставили без изменений, шанс на досрочное освобождение есть. Но произойти это может не так быстро. Как правило, через 7-8 лет таких осужденных отпускают. Тем временем, количество пойманных в Греции украинцев за перевозку нелегалов продолжает расти. С начала года к сотне уже сидящих добавилось еще семеро. Елена Зорина, Богдан Савруцкий, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. Эксклюзивное интервью Анатолия Черкасского прямо из тюремной камеры. Об условиях, в которых отбывают наказание украинские моряки. И есть ли у них шанс на скорое возвращение домой. Моя коллега Елена Зорина готовит новые материалы. Не пропустите в наших выпусках. Моя коллега Елена Зорина.